Государственная полиция, Министерство культуры и Латвийский центр безопасного интернета запустили социальную кампанию под названием «Супергерои в интернете». Школы Латвии получили специально разработанную игру, благодаря которой дети осваивают темы, связанные с безопасностью в интернете и использованием всемирной паутины с пользой. Тема интернета, она на данный момент очень актуальна, то есть очень много детей сейчас проводят свое время в интернете, и уже даже у маленьких деток есть смартфоны с выходом в интернет, и поэтому очень важно, чтобы они умели себя обезопасить и знать, как вести себя правильно и в интернет-среде, чтобы не пострадать ни от каких-либо мошенников, ни от каких-либо других людей, которые хотели бы причинить им вред или, например, какими-то махинациями, выманить у них деньги или фотографии и так далее. Согласно исследованиям, 59% детей в возрасте от 9 до 16 лет ежедневно пользуются интернетом более трех часов. 25% детей и 53% подростков используют всемирную паутину без определенной цели. Только 23% занимаются поиском информации, необходимой для учебы. 43% следят за жизнью блогеров. При этом, если говорить о медиаграмотности, то только 40% жителей Латвии могут отличить правдивую информацию от ложной. Критическое мышление развивается при постоянной тренировке, если мы учим ребенка сравнивать, самостоятельно что-то искать, выделять головную мысль. Ребенок не может с рождения обладать критическим мышлением. Поэтому мы говорим о том, что в учебном процессе критическое мышление должно занимать центральное место, чтобы ребенок научился думать, не верить всему, что ему говорят, понимать, что для него полезно, а что нет. Целевая аудитория социальной компании – дети и учителя. Именно при помощи педагогов планируется развить в детях навыки критического мышления. По итогам уроков школьники должны четко уснуть для себя пять правил. Что нельзя говорить в интернете незнакомцу, кому довериться, если нужно позвать на помощь, что в интернете может быть обманчивым, как вести себя в интернете, как интернет может помочь. Эти правила преподносятся ребенку как суперспособности, необходимые, чтобы стать героями, как Анна и Том, герои видеоуроков. Что ты сегодня нового узнала для себя? Ну, что нельзя в интернете лазить, нельзя с другими общаться в интернете, не заходить никуда в интернете. Я узнала, что нельзя говорить незнакомца своими, ничего нельзя говорить, а только «привет пока» можно вот так вот сказать и немножко поговорить, а так ничего больше нельзя говорить. Скажи, а ты часто пользуешься интернетом? Ну, редко на самом деле, только если посмотреть в компьютере какой-нибудь Ютуб. А что-то в Ютубе смотреть? Ну, там обычно всякие свои игры. Не было случаев, когда тебе писали незнакомые люди в интернете? Нет, только звонили. Как ты тогда реагировала? Ну, я отвечаю, и мне отвечает какая-то девушка, я такой, извиняюсь, может, я дам маму? Она говорит, да, я даю маму, и мама все говорит мне, объясняет. Ну, у меня, если такое происходит, наверное, происходит небольшой шок, что ли. Я узнала, что нельзя говорить с незнакомыми и идти никуда со сними, а потом сказать, а у меня есть деньги, я сам все куплю. Скажи, ты часто пользуешься интернетом? Ну, иногда каждый день, по вечерам. Супергерой Том и Анна уже знакомы детям Латвии. Год назад была проведена социальная кампания «Супергерои не пропадают», рассказывающая ребенку, как себя вести, если потерялся. Обучающие материалы о новой кампании, включая видеоролики, доступны на сайте государственной полиции vp.gov.lv.